Красивые цифровые виды, прекрасные уголки неизведанных миров, потрясающие красавицы из миллионов пикселей. Виртуальный мир, прекрасная возможность отвлечься и развлечься. В нем гораздо легче живется и так легко умирается. Ведь реальность по ту сторону экрана обманчива, смертельно обманчива. Каждую секунду в компьютерном зазеркалье человеку что-то или кто-то угрожает. Его постоянно стремятся схватить, сожрать, разорвать, испепелить или уничтожить любым способом. Покоя в этой вселенной найти невозможно. Сохранить жизнь трудно, а не тронуться рассудком практически нереально. Мы представляем вам самые мрачные грани цифрового зазеркалья. Мы рассказываем вам о самых неприветливых аспектах мира по ту сторону экрана. Во время предстоящей прогулки вас ждут глубокие потрясения. Знаете, видеоигры – это не игрушка. Это самое настоящее отражение нашей с вами реальности, жестокой и беспощадной. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы представим вам 10 коренных обитателей виртуального мира. Они заселили его с самого момента его создания. И с тех пор вольготно живут там, нарушая и без того хрупкий покой. У них нет собственного тела. Они могут брать взаймы чужие физические оболочки. Как вы догадались, речь пойдет о призраках, ужасных и отвратительных. Предназначение любого призрака – пугать смертных. Городок Грэйвенвиль вполне мог заслужить право мировой столицы страха. Взявшаяся неведомо откуда армада из 50 разномастных привидений держала в напряжении весь город, не давая никому ни малейшего отдыха. Казалось, эти распоясавшиеся фантомы испытывают настоящее наслаждение, запугивая людей. Они самозабвенно завывают в подворотнях. Внезапно выключают электричество, погружая жильцов в зловещий мрак. Третьи заставляют стены домов кровоточить, а иные просто нагло появляются перед людьми, являя собой мерзейшие сюрпризы. Конечно, на людей это действовало крайне негативно. Большинство смертных сразу же бежали с места неприятной встречи с дикими криками. Некоторые падали в обморок, наименее удачливые сходили с ума. Изредка находились и скептики, не верящие в потустороннюю чушь. Но не стоило им недооценивать обидчиков, ведь призраки Грейвенвилля по мере практики лишь наращивали свое шокирующее мастерство. И тогда даже самый неверующий человек сталкивался нос к носу с ужасом, парящим в воздухе. Проблема этих фантомов заключалась лишь в том, что они были до нельзя привязаны к людям. Иначе их существование теряло смысл. Беспардонное нашествие привидений из Гостмастер открывает наш сегодняшний страшно интересный хит-парат. При свете дня жизнь большого японского города текла своим чередом. Суета на улице, гомон людей и шум машин. Но в полночь начиналось совсем другое. Наступал час тьмы, когда обычная реальность искажалась, и из потусторонних миров в город проникали тени. Это были бестелесные создания, наделенные ужасной способностью высасывать из бодрствующих людей разум и жизненную силу. Мало кто выживал после встреч с тенями. Эти сверхъестественные твари попадали на улицы города из колледжа Гикоукан, который в час тьмы превращался в чудовищную башню Тартарус, полную лабиринтов и опасных закоулков. К счастью, у горожан нашлись защитники. Ими стали студенты из специального внеклассного карательного взвода. Эти молодые люди каким-то образом были в курсе всех мрачных дел в темное время суток и объединялись вместе, чтобы воевать с напастью единственно возможным способом. Метод был настолько экстравагантным, насколько и трудным. В каждом из них жило альтер-эго, называемое персоной, способное эффективно воевать с тенями. Освободить персону можно было лишь выстрелив в себя из специального пистолета Эвокера. Судьба всего города лежала на плечах отважной и самоотверженной молодежи. Таинственные и кровожадные тени из «Персона-3» правят часом тьмы и девятым местом нашего хит-парада. Когда-то это кошмарное место было госпиталем. Теперь лишь больничные койки напоминали о лечебном прошлом. Оно превратилось в пристанище призраков-надзирателей, совершающих обход обугленных за решетчинных палат, больше напоминающих тюремные камеры. Вор молился, чтобы не попасть им на глаза, проклиная тот час, когда он согласился на эту работу. Он уже почти привык к пугающей атмосфере проклятого здания, как вдруг услышал резкий стук откуда-то сверху. Шум доносился из чердака. Но, открыв дверь, вор никого не увидел, и лишь странная картина с изображением печальной девочки привлекла его внимание. Дотронувшись до нее, он чуть не посидел от того, что увидел и осознал чуть позже. На чердаке жил призрак этой девочки. Волосы встали дыбом от мистического голоса и загадочной тени на стене. Вор отдал бы все, чтобы это был сон. Так страшно ему, повидавшему на своем веку немало, еще не было никогда. Девочка просила его о помощи, умоляясь тереть во всем здании отпечатки ее жизни, которые не отпускали невинную душу, вынужденную томиться в ужасном мире. Но сможет ли напуганный до полусмерти вор помочь бедному ребенку? Дух девочки, чуть не лишивший рассудка, незадачливый у посетителя из СИФ-3, расположился на восьмом месте нашего хит-парада. Прервемся на пару минут, во время которых мы не рекомендуем подходить к окнам, смотреть в зеркала и входить в темные помещения. Иначе мы не можем гарантировать, что вы не встретите призрака, виртуального или реального. Оставайтесь с нами. Древние, как сама смерть, но не способные умереть сами. Они скидаются по миру, или того хуже, являются пленниками того или иного места и вселяют ужас в обычного человека. Мы продолжаем расставлять по местам леденящих кровь призраков, живущих по ту сторону экрана. Нью-Йорк повидал на своем веку немало и дал приют многим гостям. Среди прочих, в Большом Яблоке поселились и представители нечистой силы. Бестелесные создания жили своей жизнью, и все бы ничего, но их существование было несовместимо с жизнью человеческой. Бесплотные твари бессовестно паразитировали на теле человеческого общества. Мало того, что они переворачивали быт простых граждан вверх дном, так еще и многие из демонов повадились вселяться в человеческие тела. Когда людское возмущение достигло предела, в Нью-Йорке был сформирован отряд охотников за привидениями. В День Благодарения в 91-м году пятеро парней, вооруженных самыми изысканными радарами обнаружения, энергетическими пушками, протонными ловушками, взялись за нелегкий и неблагодарный труд. Впереди у них были схватки с нечистью в общественных зданиях и на улицах, а также бой с огромной игрушечной статуей, одержимой особо мощными призраками. Терроризирующий многострадальный Нью-Йорк, привидения из Гоустбастерс, попадают на шестое место нашего рейтинга. Однажды Земле суждено было узнать, что жизнь на ней появилась из блуждающего по вселенной космического тела, именуемого сферой. Однако, ни о каком восторге от этого открытия и речи не шло. Сфера вновь приблизилась к Земле, чтобы на сей раз собрать с нее кровавую дань в виде живых существ для поддержания своего существования. Среди прочих пленников на этом мерзком планетоиде оказался молодой индейец Томми Доводи. Блуждая среди ужасающих внутренних лабиринтов, он постоянно натыкался на полчища уродливых созданий и страшных чудовищ. В боях с ними Томми нередко терял все здоровье и тогда таинственным образом попадал в царство мертвых, где должен был сражаться с призраками падших душ. Только так он мог восстановить силы и духовную энергию, прежде чем вернуться в свое тело. Эти призраки были далеко не безобидными привидениями. Однажды из своего мира духов они проникли в сферу. И тогда Томми стал свидетелем вселения призрака в тело девочки. Одержимый ребенок набросился на находившего рядом мальчика и хладнокровно убил его. Позже Томми выяснил, что призраки жили практически во всех организмах, населяющих сферу. Молодому Чироке предстояла безжалостная схватка с порождениями тьмы. Призраки падших душ, проникшие из мира мертвых на сферу Испрей, удостаиваются седьмого места в нашем страшном пантеоне. Священник Мальтеус восседал на своем троне, так же, как и много веков назад, когда планировал пугающий своей беспринципностью и жестокостью крестовый поход на Аль-Хали. Тогда его армия, состоящая из тысяч обманутых невинных детей, была буквально искромсана войском Саладина, обороняющих горь. Духи погибших подростков жестоко отомстили своему переполненному гордыней предводителю, подвергнув его страшной и мучительной смерти. И вот, перед членами отряда Иерихон, вошедших в капеллу, предстало привидение Мальтеуса. Этот мирный старик казался воплощением безобидности, но через мгновение бойцы на себе испытали всю жестокость и нечеловечность его намерений. Несметные полчища призраков детей с разрубленными напополам туловищами наводнели храм, словно иерихоновцы попали на сумасшедшую карусель смерти. Подгоняемые своим патроном, сотни и тысячи бестий превратили храм в мясорубку, пытаясь сделать фарш из непрошенных гостей, которые отбивались как могли. Но когда сам призрак священника начал читать свои демонические псалмы, отряд иерихон был обречен. То, что сотворил он и его отродья с бедными спецназовцами Клайв Баркерс Джерико, даже не допускает мысли сомневаться в его принадлежности к самым леденящим кровь-призракам планеты видеоигр. Пятое место. Этот отель можно смело переименовать из Оушен Хаус Океанский дом в Гост Хаус Дом Привидений. Ибо из уютной гостиницы он давно превратился в обитель-призрак. Много лет назад здесь произошло страшное преступление. Ревнивый муж жестоко расправился с женой и сыном, после чего покончил с собой. Духи убиенных так и остались навечно в жутком особняке, превратив его в дом кошмара. При одном взгляде на это мрачное заброшенное строение похоже бежали мурашки. Внутри было еще мрачнее. Усетителя ни на секунду не покидало ощущение, что на него смотрят сотни глаз. То тут, то там слышались леденящие души голоса. Время от времени мелькали силуэты. Словно какая-то невидимая сила заставляла лопаться лампы, швыряла вазы и другие вещи в гостей. Тени, мрак, странный искрящийся дым. Пугающие звуки. Нужно было очень постараться не тронуться умом в этом отеле, постояльцами которого стали необычные люди, а многочисленные привидения. Призраки, облюбовавшие отель Ocean House из Vampire the Masquerade Bloodlines, благодаря своему пугающему нраву облюбовали четвертую ступеньку списка леденящих кровь призраков виртуального мира. Совсем скоро вы узнаете тройку наиболее страшных виртуальных привидений. Все они противны человеческой натуре, но живут лишь за ее счет. После рекламы вы увидите самых страшных компьютерных призраков. Не переключайтесь. Они несчастны, а потому озлоблены. Они безумны, а потому не ведают жалости. Они не свободны и от этого беспокоены. Это бывшие люди или случайные порождения сверхъестественных сил. Это призраки, живущие в компьютерном зазеркале. Прямо сейчас мы представляем вам самых ужасающих из них. любопытство ученого, его готовность пойти на любые жертвы ради достижения поставленной цели всегда были мощнейшим двигателем развития науки. Но иногда такое самопожертвование могло обернуться не только против следователя, но и против всего человечества. Так и случилось с руководителем секретного проекта корпорации Armacom Technology. Харлан Уэйд положил на плаху науки ни много ни мало жизнь собственной восьмилетней дочери, обладавшей телепатическими способностями, погрузив ее в ком. Ребенок сполна отомстил за такую бесчеловечность, превратив лабораторные корпуса пресловутой компании в кромешный ад, где хозяином стал призрак несчастной и обиженной девочки. Бедняги, имевшие неосторожность оказаться там, попадали в рабство ее подсознания. Непонятно откуда появляющиеся тени и силуэты, черными мухами разлетавшиеся при приближении, отдаленные голоса, непонятные радиопомехи, рождающие непреодолимое желание немедленно убежать. Но действительно дикий ужас охватывал в те моменты, когда Альма проникала в сознание несчастного и переносила его в потусторонний мир. Замкнутый коридор, пылающие стены, потоки багровой жидкости и кровавые следы, демонический хвор пронзительных криков и, главное, силуэт маленькой девочки с бледным лицом и черными волосами. Девочки, ставшей кошмаром не только для Армаком технологии, но и для всего человечества. Горе-ученый, превративший свою дочь в угрозу для людей, буквально за руку провел Альму из серии Fear на третью ступеньку страшного списка самых ужасных призраков виртуального мира. Когда 23-летний фотограф Рэй Курасава начал проявлять пленку, отснятую в заброшенном особняке по заказу работодателя, она едва не потеряла сознание. На негативах отчетливо было видно лицо ее жениха, пропавшего при загадочных обстоятельствах несколько лет назад. Продолжив свою работу, она пришла к выводу, что это появление отнюдь не случайно. То, что стало происходить с ней в зловещем доме, можно было назвать одной фразой «тихий ужас». Дом был наводнен с сотнями и тысячами призраков. Перекушенные от ужаса лица посетители этого ада словно впечатались в стены. Сотни протянутых рук, тени, проходящие мимо, следы от веревок на руках, которые никогда не были связаны. Загадочным образом расползающаяся по телу татуировка. Так встретили Реи страшные обитатели покинутого особняка и лишь любимый, никогда не подводящий фотоаппарат помог ей выжить в этом ужасном месте. Попадая на снимки, проклятые души усопших из Фейтал Фрейм 3 освобождались от своего проклятия, покидая этот мир и находя покой в царстве мертвых, но заслужив тем не менее место на олимпе леденящих кровь привидений. Почетное второе место. Наш черный список открывает вероломная пятидесятка привидений, заполнивших городок Грэйвенвиль из Гостмастер и пугающий людей свое извращенное удовольствие. Зловещие кровожадные тени из Персона 3, посещающие японский мегаполис в часть тьмы селятся на девятом месте. Дух девочки, чуть не лишивший рассудка незадачливого вора, расположился на восьмом месте списка самых леденящих кровь призраков виртуальной вселенной. На седьмой строчке властвуют неорганизованные полчища разнообразных нью-йоркских привидений из Гостбастерс, с которыми смог разобраться лишь отряд охотников за привидениями. Шестыми стали странные и коварные призраки падших душ и спрей, обитающие в параллельном пространстве, но однажды вселившиеся в инопланетных чудовищ. Армия неуспокоившихся духов крестоносцев детей под предводительством святоши Мальтеуса из Клайв Баркерс Джерико с легкостью отбивают пятую позицию. Обитатели отеля Ocean House из Vampire The Masquerade Bloodlines без каких-либо стеснений забронировали себе четвертое место. Горе ученый из серии Peer буквально за руку привел свою дочь Альму в компанию самых пугающих и опасных призраков по ту сторону монитора на третье место. Уязвимость от фотоснимков не помешала призракам из Fatal Prime 3 стать вторыми в нашем хит-параде. А сейчас запаситесь валидолом, ибо мы представляем победителей нашего жуткого соревнования. Нам никогда не дано знать, как повернется наша жизнь. Не ведал своего будущего и молодой человек по имени Генри Таунсен. Но однажды ему было уготовано познать такой поворот судьбы, которого он ожидал меньше всего. Оказалось так, что его родной дом, комната 302, где он жил долгое время, необъяснимым образом оказалась сверхъестественной матерью демонического маньяка Уолтера Салливан. Именно своей матерью считал этот свихнувшийся убийца это помещение. А для того, чтобы слиться с ней воедино, Салливан приносил жителей города Саус-Эшвилд в жертву номеру 302. Бедный парень, попавший в этот водоворот, оказался один на один с сотнями призраков, живущих в потустороннем мире, вход в который открывался прямиком из его квартиры. Любое неосторожное движение или неверный поступок молодого человека лишь порождали новых призраков. Эти фантомы были крайне агрессивны и норовили лишить Генри жизни при любом удобном случае. Вскоре парень узнал, что все эти призраки, заполонявшие параллельный мир, а позже и его комнату, были жертвами маньяка Саллива. во всей этой дьявольской круговерте Генри плохо понимал, что к чему и как с этим бороться, но он знал одно, ему необходимо во что бы то ни стало очистить свое жилище от скверных. Многочисленные призраки, порожденные кровавыми руками маньяка из Сайлент Хилл 4, занимают первое место сегодняшнего ужасного рейтинга. Только что мы познакомились с наиболее страшными фантомами, обитающими в виртуальном мире, но мы не даем никаких гарантий, что лишь виртуальным пространством ограничивается их сфера обитания. Советуем быть готовыми к встрече с ними в реальной жизни. Мы будем продолжать знакомить вас с самыми гадкими проявлениями цифрового космоса. И каждая из таких знакомств неизменно окажется страшным и интересным.